Есть такая поговорка Купил Nissan, люби его сам Но на самом деле она звучит на матершином И я уверен, что эта фраза прозвучала у вас в голове Друзья, всем привет! В этом видеоролике я хочу сделать отзыв Про автомобиль Nissan Murano 2013 года выпуска Все те, кто подписан давно на канал Кто подписан на инстаграм канал Знают, что это наша машина И в 2013 году мы всей семьей ее покупали Так вот сегодня, буквально несколько часов назад Я сделал публикацию в инстаграме канала И многие сказали, интересно послушать Что она из себя представляет спустя 9 лет в одних руках И прямо сейчас по фактам, по полочкам я вам все расскажу Постараюсь сделать этот ролик не длинным, не нудным Но информативным Поехали! Но первое, с чего хочется начать, это с воспоминаний Вот вы вдумайтесь, сегодня автомобилю 9 лет Моим родителям по 52 года Мне 31 год Но когда мы его покупали в 2013 году Мне было 22 года А родителям было 43 И когда мы отправились забирать И пересматривать автомобиль в салоне У нас до этого был Nissan X-Trail С 2007 по 2013 год мы владели двумя X-Trail И именно поэтому мы решили выбрать Nissan Murano Понравился в принципе всем Отцу, маме, мне Комфортный автомобиль На тот момент куча фишек В общем, все складывалось в пользу покупки его Хотя мы с отцом посматривали тогда на патрол Но он стоил значительно дороже Вот смотрите, значительно дороже Как сейчас помню, в 2013 году Nissan Patrol в самой топовой комплектации Стоил 3 миллиона 200 тысяч рублей Это прям было все, что в него можно было воткнуть Так вот, покупая автомобиль Это было лето У меня тогда личного автомобиля не было И я спокойно делил автомобиль с отцом на двоих Вот на секунду На этой машине я лично проехал примерно 80 тысяч километров Сегодня на ней пробег честный 217 тысяч километров Когда мы забрали его из салона и приехали домой Мы тогда жили в Кашире Я полноценно жил в Кашире Жили в квартире У меня права Все, я спокойно катался на автомобиле Я ехал и чувствовал себя самым настоящим пижоном Тачка вся блестит Все новенькое Ну, представляете Тем более под капотом объем 3,5 Думаешь, блин, у тебя просто мощь 8 секунд разгон до сотки Все это дело работает в паре с вариатором Вот на нем давайте сейчас остановимся А вот вариатор Это самый первый вопрос, который возникает у людей Когда речь заходит про Nissan И на самом деле здесь есть такой двойной отзыв Значит, смотрите До этого у нас был Nissan X-Trail 2010 года выпуска Мы на нем прокатали 3 года Пробег составил на момент продажи 145 тысяч километров Показываем все как есть На улице примерно сейчас, ну, минус 5 Не так холодно, но тем не менее Упоры уже особо не работают Откатали спокойно Продали автомобиль Приехал покупатель Диагностировал его полдня Забрал После этого покупаем Nissan Не было никогда отношения к автомобилю Знаете, такого прям сверхбережного Если хотелось летом мне, как молодому парню Нажать тапочку в пол Я брал и нажимал В тот же самый момент и отец любит притопить И по трассе, когда была возможность где-то разогнаться Все автомобили использовали ровно так, как положено То бишь машина для комфортного передвижения Так вот, примерно 5 лет назад Вдумайтесь, 5 лет назад Мы заметили, что коробка начала попиноваться В дальнейшем я расскажу, что это было Но сам факт того, что попиноваться А я уже тогда начал ролики снимать Естественно, все говорят А, это же вариатор Ему хана, все, готовься Замена 100 тысяч Ищи им, где будешь покупать Я же начал искать сервис Нашел сервис Про это все было снято Отдельно ролики на канале Просто, ребята, думайте 9 лет владения Поэтому, кому вдруг интересно Если вдруг кто-то действительно присматривается Ко вторичке, к Nissan Посмотрите на канале Все это дело есть Там детально я прям все показывал, рассказывал Сегодня кратенько про это рассказывал Такой общий отзыв Приехав на сервис Ребята, специалисты У них куча точек по Москве Говорят, поехали кататься Подключили оборудование Посмотрели температуру масла в коробке В общем, сделали все диагностики И выяснилось то, что никаких ошибок нету И как назлоют Как это обычно бывает Я не смог им вживую продемонстрировать Вот эти пинки В дальнейшем Уже специалисты, фанаты Nissan Кто деталь не разбирается Глубже Рассказали, что пробуксовывает ремень И, собственно, если вот он порвется То ему будет хана Тогда вот вариатор нагнется Но сам факт того, что это произошло Пять лет назад на пробеге примерно 140-145 тысяч км Мы уже тогда думали Ну все, скоро вот вариатор нагнется По факту 2022 год начался Пробег 217 тысяч Вариатор жив-здоров Что делали? Вот, наверное, на 150-160 тысячах, если не ошибаюсь Начали частично менять масло в коробке Делали это несколько раз Там с интервалом примерно 30 тысяч км И, собственно, все Никакие дополнительные радиаторы охлаждения Никто на вариатор из нас не ставил Хотя такая функция есть у людей Кто покупает Тианы 3.5 Там частенько ставят дополнительное охлаждение Сам по себе мотор питается 95-м бензином спокойно Когда-то я по молодости заливался 98-й Думая, что ну все Сейчас точно ракета будет По факту 95-й есть Тьфу-тьфу-тьфу Не троит, не пердит Сам по себе мотор ни разу на сегодняшний день За 9 лет Никак о себе не напомнил Регулярная замена масла Примерно там 7-10 тысяч км Вот сейчас вот плюс-минус в таком интервале меняем Все Боли с ним ничего не делалось Естественно, когда заезжаешь в сервисы Подключаются, смотрят ошибки Ну, вот эти все диагнозы Ошибок никаких не показывают Реальный расход у автомобиля Вот на сегодняшний день Зима В силу того, что в основном Сейчас машина эксплуатируется Вот в провинциальном городочке Кашира Особо пробок здесь нету 15 литров по городу Если взять трассу Это было бы там Ну, прям в самом щадящем режиме Там 11 литров Хотя батя рассказывает Что иногда ему там удавалось делать И 10, и даже чуть ниже Как и на какой скорости Ситуация не уточняется Ну, вот в среднем Расход, я бы сказал, такой 13-15 литров Боли в подкапотном пространстве Мы, в принципе, ничего не делали За исключением кондиционера Как показала практика Вот так вот На длительное владение Когда ты по многу ездишь Что на предыдущем Nissan X-Trail Мы меняли кондиционер Что здесь У нас была проблема Там муфта меняется 18 тысяч рублей она стоит Вот ее здесь поменяли Все Также напомню Что когда-то я совершил наезд На одно препятствие Про это рассказывал Здесь вот есть следы Вы наверняка заметили Тогда я пробил радиатор И пришлось покупать новый Именно для кондиционера И все В остальном Вот сюда Больше ника не лазили Заменили лишь По истечению времени Аккумулятор Ну, опять же Такие вещи я отмечаю Но это, сами понимаете Расходники 2013 год Напомню Автомобиль Самой топовой комплектации Богаче Не существовало На тот момент Машина стоила Миллион девятьсот двадцать Официально Мы ее купили За наличку По цене Один миллион шестьсот Двенадцать тысяч рублей Вы вдумайтесь Миллион шестьсот двенадцать Что у нас есть Руль с подогревом Навигация На тот момент Какая-никакая Но она была Я ее активно пользовался По Москве Всегда ездил на ней Музыка Босс Сидение С электроприводом Оба С подогревом Задний диван С подогревом Ну, само собой Вариатор Вот блокировка идет Багажник с кнопочки У нас есть панорама Вот тогда За эту панораму Мы даже немножко бились И серии Что, блин, ну, класс Панорама На сегодняшний день Могу сказать одно Что она нахрен не нужна Вот Самый кайф Ее заключается Только для тех Кто ездит сзади Вот если у вас дети есть Потому что они смогут Там где-то Куда-то посмотреть Опять же Куда Ну и молодежи Если вы прям молод Что вы можете Летом открыть себе Лючок Вам в голову Печет солнце Либо дует в шее Но у вас Но у вас при этом Никаких последствий От этого нет Ну, наверное, вам будет кайф Я бы себе сегодня Вот за нее бы не бился А тогда В 22 Оооо Панорама Это была реальная битва Сам факт того Что сегодня автомобиль На вторичке Относительно востребован Так как Сделав публикацию Я, честно говоря, удивился Что многие люди Писать начали А продаете, не продаете А вот мы ищем Найти не можем А у нас такой же Люди писали о том Что они проехали На таких Ниссанах Под 750 тысяч км И якобы Прямо таких глобальных проблем С мотором И с вариатором Не было Правда это или нет Тоже делайте выводы сами Фу, ребята На улице Ну просто мороз Калатун Вот смотрите Вот удивляют меня люди Которые В пятницу Или в субботу В свободный свой день Отправляются в магазин Через пробки Приехать Посмотреть Какой-нибудь товар Для дома Машинку стиральную Микроволновку Нафига это делать Что на нее смотреть Когда можно дома Сесть С комфортом Налить чайку Кофейку На диванчике Развалился Ноутбук на ноги кинул Залетаешь на e-каталог И смотришь Все то Что тебе нужно Огромный список Фильтров Куча возможностей По подборкам По характеристикам По параметрам Самое главное Можно увидеть Что тебя не обманывают С помощью динамики цены Почитать отзывы Посмотреть Встроенный Уже обзор На какую-то технику И принять решение Что тебе покупать Есть куча фишек Которые вы с первого раза Можете не заметить Подбор по рейтингу По отзывам В общем Взвешенно Грамотно Определиться Где покупать И после этого Самый кайф В чем Ты нажимаешь Где купить И видишь Огромное количество магазинов С ценами Какой тебе магазин понравится Можно выбрать Самую низкую цену Можно выбрать Знакомый магазин Перейти на него Ссылка прямая Без накруток У некоторых бывает так Что переходишь И еще с накруточкой покупаешь У е-каталога Такого нету Заказываешь На дом Все Приезжать Тебе товар И никуда идти не нужно 21 век Как-никак Кстати Работу для России Украины И Казахстана Всех люблю Ссылочка активна На е-каталог В описании Прежде чем Что-то покупать Перейди Посмотри товар Вполне возможно Что там Ты найдешь Про него Больше полезной информации И купишь его Выгоднее для себя Пользуйся На здоровье Многих всегда Интересует вопрос В перспективу Вообще С точки зрения Содержания Владения Что почем Какие болячки есть Вот в первые 100 тысяч Автомобиль не доставил Вообще никаких хлопот Но я уже просто по опыту В силу того Что у нас было Три Ниссана в семье Я в принципе На всех уже начал Тогда ездить Болячка Есть ступичные подшипники Они как правило Меняются в сборе Хотя на сегодняшний день Наверняка уже есть возможность И не в сборе поменять Сам факт того Что нам одну поменяли На 98 тысяч По гарантии Вот если спросить В цифрах Вообще Сколько денег ушло На содержание автомобиля За 9 лет И 216 тысяч пробега Смотрите друзья Если мы не будем Брать в расчет Бензин Мы не будем Брать в расчет Именно замену масла И фильтров Но посчитаем Тормозные диски Колодки И вот Подшипники Которые покупали За деньги Аккумулятор Для кондиционера Я думаю В целом Это примерно 200 тысяч рублей Примерно Это точно Там не 400 500 Это точно не сотка Соответственно Здесь делайте выводы Много это Или мало Но в первую очередь Не забывать о том Что машина еще и неплохо Бензин Жрет Мотор надежный 3,5 Но по 15 литров Отдавать Это тоже не хило Так по хорошему Это тоже нужно учитывать Кто сколько есть Если в первые 3 года Мы на нем накатали Прямо так резвенько Тысяч наверное 120 Потому что я тогда еще не был Личного автомобиля Потом я пересел на свою машину Тогда как раз Купил себе Мазду 6 И все С того момента Пробег у отца Стал сильно меньше В год Место сзади Вот Сам по себе Кузов такой Что многие отмечают Красивым Кто-то говорит Что он вообще Ублюдский кузов Кто-то говорит Что он не очень удобный Я вам как владелец Который здесь много поездил И сзади в том числе Могу сказать одно Что места здесь Более чем достаточно Самое главное Вот у нас есть хвостик здесь Хвостик Иди сюда Это вот Казалось бы Такая мелочь Ты покажи пожалуйста Как я сейчас сижу Вот смотри Я сижу Вот так неудобно будет сидеть А вот так вот Когда ты откидываешься И вот здесь Та же самая панорама Конечно она здесь Плохая В силу того Что здесь перегородка стоит Но сам факт того Что здесь можно Неплохо развалиться С подогревчиком Всегда места хватало Я всегда думал И читал ваши комментарии Что вот Кузов Он неудобный В силу того Что он скошенный Спрашивал у отца Бывало такое Что тебе Чего-то не удавалось Сюда погрузить Да никогда такого не бывало То же самое у меня Естественно Если начать там придираться И подумать А вот холодильник перевезешь Ну здесь не перевезешь Хотя в X-Trail Нам удавалось перевозить Только дверь была не закрыта Сам факт того Что машина такая Вот чисто семейная Знаешь Она дает тебе запас мощности На трассе Все то что любят многие Что разогнался Там газку дал Она полетела В тот же самый момент По городу на ней передвигаться Более чем комфортно Всегда было Поэтому Вот в целом Отзыв за машину Я бы сказал такой 4 балла 100% По мелочам Я даже думаю Что их нет смысла Перечислять Да потому что Это уже просто Ушедшее время Были времена Там какие-то кнопочки Не подсвечиваются Хотя и на сегодня На Ниссанах На некоторых Они не подсвечиваются Факт в том Что машина Вот всех радует Я спрашиваю у отца Чего бы хотелось Да по сути Ну просто Она сама по себе Физически стареет Время идет Да уже там подвеску Нужно будет со временем Все равно перебирать Хотя подчеркиваю Вот еще раз Куда не приедешь Побегает еще Пыльнички сейчас поменяем Маслица поменяем И поедет дальше Ну и конечно же Нужно прокатиться Знаете После BMW Когда садишься в Ниссан Ну реально Совсем какой-то Другой уровень Что ли С точки зрения Именно автомобиля Как высокая машина Обзорная здесь получше Хотя Вот этот скошенный кузов Все равно У него есть свои косяки Вот покажи заднее стекло Вот Я вспоминаю просто X-Trail Квадратный Когда ты садишься Вот там обзорность Ну так обзорность Обзорность Всем обзорностям Обзорность Здесь же Чуть-чуть не хватает Отец отмечал так Что под определенным углом Вот эта стойка Она перекрывает Вид на дорогу То есть Например Откуда ты можешь выезжать Вот может быть такое Что ты там машину В определенном положении Не видишь Но в принципе С такой картиной Я сталкивался На многих автомобилях Если так долго Поэксплуатировать Можно найти такие Незначительные Или значительные Косяки доработки Опять же Ну а как по-другому Как без стойки Друзья Ну вот с полным приводом Многие Многие Кто живут В подобных городах Для них Седан на переднем Или заднем приводе Это Ну мучение А полный Ты сел У тебя клиренс Достаточно У тебя свесы Спереди Сзади Хороший Тут кашка А ты такой Ну не раз 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 И раз Раз И поскакал С точки зрения Работы Курсовой устойчивости Стабилизации Вот я тестировал Тут несколько дней Катался на нем Нормально Как бы видно Что она срабатывает То есть такого Прям в занос Тебе не дает уйти Но на бэхе Вот честно скажу На заднем приводе Мне это даже Как-то больше нравится Ну вот Покажи им Пожалуйста Дорогу Какая каша Вот Я тебе вытащу По камере Еще может не получится Передать Но вот так И то есть В одну сторону Не разъехаться Вот перед нами Сейчас едет машина Нам нужно будет Как-то пропускать Ну Понимаете Да друзья То есть Это можно наехать Это брюшком сесть И я бы здесь Толкался бы С лопатой Бегал бы Поэтому С полным приводом Здесь Покайфовей Вот даже сейчас Специально выехали Снег Дорога Можно сказать Разбита То есть Отличный вариант Проверить подвеску Но она не гремит В определенных моментах А ты проезжаешь Прям жесткий стык Вот какой-то удар Чувствуется По передней части Опять же Жесткий стык Но так в целом Машина-то вот стоит Но при этом Подчеркиваю По ходовке Работы проводились То бишь На сегодняшний день Я бы сказал так Что из вложений Это пыльники По рекомендации Ну и стандарты Какая-нибудь там Масло Замена Жидкостей Фильтров То есть Расходники Такого Что машина делает Постоянно мозги И постоянно нужно думать О том Поехать куда-то там На ремонт Нету И самое главное С вариатором Что я ездил Вот в определенных моментах Ты можешь почувствовать Вот очередной Скажем так Пинок Там пробуксовку Вот эту Но вот сейчас Сколько мы проехали Утром я ездил Вчера машину ездил мыть Нету Ты бишь Вот знаешь Такая проблема То она есть То ее нет И то Я чаще ее замечал Летом В теплую погоду Когда прям сильно жарко Именно поэтому В тот раз Когда мы приехали Люди говорят Типа надо подомерить Температуру масла В вариаторе Померили все там В штатном режиме Нужен он кому На вторичке или нет Я уверен Что нужен Потому что вопросы По автомобилю сыпятся Многие спрашивают Что к чему Тем более машина Ну реально надежна Вот эти моторы 3.5 Они себя очень хорошо Зарекомендовали И даже на самом деле Не верится Как быстро летит время Просто 9 лет Мне было 22 года Им было по 43 Я как сейчас помню Этот момент Когда мы выкатываем Из салона Когда была битва За продажу Потому что в Туле Нам за этот автомобиль Предлагали 1 миллион 585 тысяч Так как он был На черном салоне Но они готовы Были отдать его дешевле Мы хотели Именно на светлом салоне Кстати Всем тем Кто переживает По поводу светлого салона Если 1 раз Или 2 раза в год Делать химчистку Именно салона Это вообще не проблема Самый прикол Что когда-то Когда мы пересаживались С X-Trail Вот X-Trail Он был таким Прям брутальным Квадратненьким И там была Вот эта система Полного привода All Mode Где шайба стоит Можно выбрать Передний полный Блокировки включать Были дополнительные Кнопки Типа из серии Помощь спуска с горы Если я не ошибаюсь Здесь же этого Ничего нету Здесь у тебя просто Есть возможность Включить драйв И у тебя есть Одна кнопочка Блокировки Хотя Как показала практика Люди Все те Кто делали полноценные тесты Выгоняли Qashqai Nissan X-Trail Мурана Как выяснилось У него Наиболее лучшие показатели По полному приводу Что отмечает В частности Мой отец Что отмечаю В частности Я Вот мы живем Например Московская область Ни разу За 9 лет эксплуатации Не было такого Что кто-то На автомобиле Застрял А вы должны понимать Что провинциальные Городочки Это вам не Москва Это не центральная улица Где все расчищено И здесь тоже Неплохо чистят Там центральные улицы Вот по дворам Мы живем в частном секторе Каша Все это обледеневает Запутаться Да Застрять В автомобиле Можно запросто Оператор показывает Вам сегодня Когда уже все вычищено Но сам факт того Что вы понимаете В таких городах Сугроб по колено Это нормальная практика И именно поэтому Здесь вот Автомобили Такого рода Как паркетники С полным приводом Они на первом месте Это к слову о том Что покажи пожалуйста Когда я приезжаю Батя все время Давно смеется И говорит типа Пузотерка Но мы уже пришли К общему мнению Что кто где Где живет Кто в каких условиях Эксплуатирует автомобиль Тот там ее и покупает Естественно Если бы я жил На постоянке в Кашире Я бы уже наверняка Плевался бы От каждодневной эксплуатации Что куда-то заезжаешь А здесь такая жизнь Получаешь Что торговые центры Ты приезжаешь Там нихрена ничего не расчищено Ты приезжаешь В некоторые магазины Которые находятся Во дворах домов Вот тебе в любом случае Нужно во двор заезжать И соответственно Там с седанчиком С низким клиренсом Да еще и задним приводом Ну будет проблематично Откровенно говоря На этом автомобиле Таких вопросов Никогда не возникало Значит Задал вопрос родителям Ну вот Говорю Вы 9 лет на нем ездите Что вам нравится Отец отмечает Что Идеальное соотношение По клиренсу И по посадке Вот есть автомобили Которые гораздо будут выше Land Cruiser Там 200 взять В которые ты еще залазить будешь Потому что там у тебя будет порог Тоже не очень удобно Есть автомобили сильно ниже Типа как моя Он в нее садится Он говорит Вообще просто плоскодонка Ты лежишь где-то в земле А здесь Отмечает такой момент Что ты подходишь И спокойно в автомобиль Запрыгиваешь То бишь в этом плане Комфортно То же самое говорит и мама Вот многие люди Тогда жаловались на то Что вот нахрен делают Электрорегулировки Серия Что ты глушишь автомобиль И у тебя сиденье отъезжает назад Руль поднимается вверх Мол так Изнашивается быстрее Вот механизм Который поднимает вверх руль И потом это дорого ремонтировать Ничего мы не делали Естественно Все это стоит родное Единственное по салону Из косяков Что я прям могу явно отметить Это слабая кожа на руле И рукоятке Ну опять же Это самое частое С чем вы взаимодействуете Вот допустим Взять Land Cruiser Prado Там Land Cruiser 200 Понятно что Там полный привод Постоянный на автомобиле Там есть версия хорошая По комплектации Там будет гораздо больше фишек Связанных с бездорожьем И так далее Там этого всего будет больше Но там и цена во первых Вы же Вы за все это дело заплатите А здесь этого Ни хрена ничего нету Но при этом Со всеми своими задачами Автомобиль справляется Отсюда возникает вопрос Если нет разницы Зачем платить больше Здесь важный момент Вот не перестану повторять Где вы машину эксплуатируете У нас Вот такая ситуация С дорогами С уборкой снега Те кто живут на севере Еще где-то Для них Тойота Рапторы Различные Высокие автомобили Для них Это прям вау Это вот Скажем так Мечта Чтобы жить И ездить на машине С кайфом Нам Пять месяцев По сути Снег лежит Справляется Полный привод Ну а летом Сами понимают Там и переднего И заднего Любого Монопривода Будет достаточно Клиренс Здесь если не ошибаюсь Здесь заявлены Порядка 180 Миллиметров Вот 180 Потому что Здесь выхлопная труба Она сильно Опущена вниз Вот я вам показываю Ее отчетливо видно На самом деле Какой-то косяк Самый натуральный Потому что В дальнейшем На обновленной версии Текущей Nissan Так уже Не делают Сдай вопрос прямой Вот ты катался На разных автомобилях На более современных Чего тебе не хватает Вот что бы ты хотел Чтобы у тебя было Три вещи Первое Это автозапуск Штатный Чтобы с брелка Можно было запускать автомобиль Подогрев Лобового стекла И хочет диодную оптику Потому что С оптикой Здесь действительно проблемы Здесь стоит Бексиноновая оптика Вот сюда Да по идее В идеале Должны были вписываться Дневные ходовки И дилеры Сами Доустанавливали Диоды Раз Два Три В каждую фару В заводы Они изначально не идут Соответственно Включаешь габариты Включаешь ближний свет И он сильно Быстро изнашивается И сам факт того Что мы с фарами Уже намучились Было такое Что у нас Никаких ДТП не было Ну просто Одна фара Начала запотевать Я объездил Разные сервисы Приезжаешь Все специалисты Все все умеют Разбирают Просушивают Герметиком проходят Все делают Как положено Но люди разбираются Там вся стена В фарах По факту Через две недели Опять начинает запотевать В итоге Как обычно В кашире В каких-то гаражах Какой-то человек Сделал так Чтобы больше Ничего не запотевает Меняли Блоки розжига Меняли Отражатели Меняли лампочки Вот сейчас Опять же Нужно лампочки поменять Потому что Свет сильно упал Поэтому Вот вам просто Ответ на вопрос Купил Ниссан Люби его сам Не совсем с этим соглашусь Многие Кто переживает За вариатор Друзья Я очень много Историй Перечитал Где люди Покупают Автомобили Новые Они боятся Они переживают За это Машина вроде бы И нравится Но вариатор Они стараются Беречь По полной программе В зимнее время Находил отзыв Когда выпадает Много снега Человек говорит Я лишний раз На машине Не поеду Почему Снег лежит В любом случае Будешь побуксовывать Вариатор Про буксовки Не любит Буксовать Не любит Поэтому Я лучше Дома останусь При этом Существуют Отдельные Ниссан Клубы Где люди На автомобилях Типа Икстрейл Выезжают На бездорожье И там машины По полной программе И в хвост И в гриву Как говорится Здесь все зависит От человека Есть те Кто покупают Тиану В которой Такой же мотор Такая же коробка И думают Что 3.5 Ну все Пушка гонка Хотя Покупать ее Именно для гонок Я уже неоднократно Про это говорю Вообще смысла нет Это исключительно Комфортная езда Когда ты слегка Нажимаешь на педаль газа И машина у тебя Уверенно разгоняется В этом плане кайф Все остальное Это вот автомат И что-нибудь Типа немцев Ну там действительно Ты будешь кайфовать Ты будешь носиться Но опять же Немцы Это все дороже Здесь подоступней Попроще И в обслуживании И в содержании И во всем Ни в коем случае Я вам не рекламирую Никак Ни бренд Тут делайте выводы Потому что Ну 9 лет Машина в наших руках И таким образом Вот вчера Мы сели на кухне Я говорю отцу Вот Что мы в него вкладывали И понимаем одно Что суммарно За 9 лет Да ни хрена Такого глобального С автомобилем не было Ну и в целом Так ездил То есть бывали больше Напряги Когда что-то происходит С машиной Вот именно диагностировать Поломку Понять Что с ней не так И что нужно сделать Чтобы он заработал Потому что тот же самый Писк Когда был Питки с вариатором Что все естественно Начали говорить А все Ему хана По факту Я вам уже сказал Плюс 5 лет И еще плюс практически Практически Там 100 тысяч Проехала машина И ничему не хана Поэтому здесь Кого-то слушать Сложно Можно найти сервис Который тебе скажет О Давай сразу Разбирать Лезть Менять Чтобы потом Вот и вопрос Правильно это или нет Большой вопрос В целом Здесь сказать Больше нечего Обязательно Подписывайтесь На канал И подписывайтесь На инстаграм Потому что Дальше будет больше Свежих отзывов Обзоров Ну и новых сюжетов Год начался Поэтому Вступаем в работу Маленечко Разогнались Дальше Приступаем Снимать Хорошие Познавательные сюжеты У меня на этом все До новых встреч Всем Пока-пока